Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Председатель Совета по конкуренции Скайдрит Абрама у нас сегодня в студии. Доброе утро. Доброе утро. Ну, начнем с актуального. Вчера как раз-таки министерство высказалось, и знаем, что последние несколько месяцев главный вопрос, в связи с чем и ваше учреждение звучит, и Министерство охраны среды регионального развития, Рижская дума, разговор идет о вывозе мусора, о том договоре, который заключен на 20 лет с одной компанией, которая будет заниматься вывозом мусора в Риге, именно в столице Латвии. Это не относится ко всем городам, сразу скажем, у каждого свое дело, именно в Риге эта система была принята, и это решение было принято, и у Совета по конкуренции возникли претензии, и Министерство окружающей среды регионального развития тоже подключилось. Ну, вот вчера министерство сказало, что все-таки возможно это сделать, и это решение не противоречит законодательству. Что вы на это скажете? Ну, законодательство, может, так, как оценило министерство, не противоречит, но Совет по конкуренции смотрит совсем с другой стороны. Мы смотрим, что случится с рынком за такой длительный срок 20 лет, потому что уже два года назад мы, и это не только то, что начали этим летом говорить «не делайте это», но уже два года назад, когда мы услышали про концепции Рижской думы, что надо сделать в Риге монополию, заключить публично-частную партнерство на 20 лет, мы поняли, что это уже конец конкуренции. А почему плохо, если нет конкуренции? Это просто уже значит, что не будет в рынке сил, которые могут делать давление на монополиста, чтобы он работал более эффективно, более экономно, что были бы давления на цену, и в конце концов потребители, клиенты получили то, что дает конкуренция, лучшие цены, лучшее качество, эффективность и так далее. Если этого никогда нету, так значит монополия тоже остается, и это уже нету конкурентное давление. Министерство среды ВАРА смотрит, конечно, с другой точки зрения, и это опять другой вопрос, почему такая ситуация произошла в Риге, что в течение долгих лет абсолютно не было ничего сделано, чтобы исполнить требования директив, которые сейчас все говорят, директив мы не исполним, мы будем платить. Почему такие длительные года ничего не делалось, просто все жили в таком большом комфорт, и сейчас быстро-быстро-быстро, давай, самый лучший способ, делай монополию, она будет знать, что и как делать, а рижане за это заплатят. Нам просто не устраивает эта ситуация, оставить Ригу без конкуренции, все будущее, потому что Рига – это очень такой значительный рынок по масштабам Латвии, это в принципе 40-50% всего мусора собирается в Риге. Рига – это вся, в принципе, индустриализация максимум, то, что здесь есть, большинство жителей, одна треть предприятий и так далее. Значит, этот рынок, где было, да это в конкуренции, 4 фирмы делали это, как они делали, это должно Рижская дума, понимать ли требования были выдвинуты, соответствующие или нет. Но сейчас все, это прекращается, Рига останавливается в развитии, и конкуренции будет только одно. Поэтому мы очень этим недовольны, и мы уже это выразили уже все время вот эти два года, и сейчас мы рассматриваем уже дело. И вчера получили, значит, от Рига с Дома и Гэтлени их мнение на наше изложение фактов, что мы считаем, что это возможно злоупотребление доминирующим положением в деятельности Рижской думы и Гэтлени, которые вот эту систему внедряют, которая ликвидирует конкуренции. И мы тоже уже написали в своем изложении фактов, аргументации, что мы рассматриваем возможность, что заключится, погайду, но регулируем, да, такое временное урегулирование. Временное урегулирование, пока дело закончится, потому что дела по доминирующим положениям – это не простые дела, это довольно сложный процесс, и поэтому какое-то урегулирование, пока мы примем наше решение. Вчера получили, значит, ответ с стороны Рижской думы, Гэтлени, я еще не могу сказать, что этот совет будет рассматривать, конечно, сейчас мы интенсивно работаем на этом вопросе. Но возвращаясь к тому, что вы сказали про барам и так далее, да, большой вопрос. Почему такая, ну, как сказать, вот такая халатность, да, я сказала бы даже вот этой отраслевой политики, да, мы должны выполнить требования среды и так далее, почему это все не делалось своевременно, да, почему мы должны, Рижане, за это очень дорого сейчас платить вопрос. По поводу цены, да, у нас были как раз в этой студии представители Тирига, компании, да, с которой заключила Рижская дума договор, и они сказали, что относительно цены, что это налог, который повышается, в общем, на переработку мусора, да, общего именно мусора, бытового, не распасованного. И что они сами по себе, прошу прощения, не могут поднимать цены, что эти цены поднимаются только, если поднимается налог, только если поднимаются цены на бензин, если поднимаются какие-то такие расходы, что они сами по себе не могут взять там и поднять тарифы, например. Ну, я все-таки посоветовала прочитать так четко, что там написано, да, но начнем с того, что мы уже получаем очень много информации, сегодня мы тоже скажем публично, да, пресс-релиз, что спасибо, мы получим очень много информации от жителей, клиентов, которые должны сейчас заключить новый договор, И там есть жалобы, что цены уже настолько высокие по сравнению, что там разные вот такие требования, да, как-то односторонние и так далее. Это другой вопрос. Но начнем с того, сколько это все стоит, да, потому что Рижская дума просто дала задание, очевидно, не какой-то вот фирмам, которые разобатывали этот проект, не рассмотрите несколько вариантов, какой будет более выгоден, дешев для Рижанин, или в ситуации конкуренции, что, скажем, как, ну, как, может, два конкурента, левый, правый берег, да, срока постепенно внедряем, это все требования, которые все спали, никто не внедрил, постепенно. Сколько это будет стоить? А просто уже стала такая постановка вопроса, давайте, одна большая вот такая фирма, это делает 20 лет, инвестиции огромные, там, машин столько, там, контейнеров столько, вывоз очень интенсивный и так далее, и так далее, да. Постановка уже вопроса была то, что делаем большой инвестиционный план, ну, это кто-то проконтролировал, посмотрел, оценил, сказал, что нет, может, это не нужно, такой инвестиционный план, который может только оплатиться в течение 20 лет, да. Уже начиная с того начала, когда была установка вопроса, мы, да, мы, совет по конкуренции не против того, что Рига, Рига должна быть смодернизирована, вот это сбор мусора, хозяйствование мусора, новые методы, как-то, ну, улучшить и все так далее. Но это можно было проекты разаботать, чтобы не было это 20 лет и уничтожение конкуренции, других вариантов вообще, не было постановка вопроса, смотрим, давайте, самый выгодный, дешевый вопрос. И то, что сейчас говорят, да, это цены не будут расти, да, но я понимаю, что уже начинаем с того, что цена какая была тогда и какая будет сейчас, она уже, разница есть в этом, да. И можно сделать большие такие воздушные замки, огромные инвестиции, если ты знаешь, что за это обязательно будут платить, потому что мусор, хозяйство мусоровывоз нам необходим, и за это платят только жители, клиенты, а не Рижская дума и не кто-то там третий, да, откуда-то дядя, да. Так что будем смотреть вот так трезво, какой план сделан, на какой длительный срок и кто за это все платит, уже сейчас начнет платить. Вот что касается договора, удалось ли вам вот как-то детально с ним ознакомиться, с этим соглашением, есть ли там возможность, к примеру, без каких-то драконовских санкций разорвать его, да, вот не 20 лет, а может быть есть какие-то периоды 10, если выполняют условия, еще 10 или, не знаю, 5 и как, ну, в общем, вот эти нюансы. И второе, если там предусмотрели какое-то действительно регулирование вот этих тарифов, потолок вот этих стоимостей, что-то есть в таком договоре, какие-то защитные механизмы для, не знаю, для Рижской думы, для Рижан? Два факта. Значит, есть ли возможность разорвать? Конечно, всегда есть возможность разорвать договор, если что-то не функционирует как следует, да. Но тут опять вопрос. Рижская дума, которая не была способна углубиться в эти требования среды и сделать нормальный, нормальный проект, она будет способна контролировать и понимать, что там работает? У нас и совет конкуренции уже стойко было делалось, Рижская дума, не только, ну, парк Апум-Летос, да, но тоже стойко дискуссий разных фактов. Вспомним, два года назад у нас было, мы закончили парк Апум-Лето, Рига с Сатексми, Рига с микроавтобусом Сатексми, да, где мы констатировали, что эти тарифы, как они там согласовывают автобусы, рижский транспорт и микроавтобусы, да, это просто против конкуренции, потому что они договаривались вот эти цены поднимать, микроавтобус Сатексми должна была поднимать цены, независимо от того, как она работает, чтобы только было такие же, как и Рижская Сатексми. Рижская дума платила дотации, государство платило дотации, кому-то болит день, голова за то, что кто за это все платит, да, с каждым годом дотации увеличивались. Мы видели таблички, вот когда вот этот тариф транспорта, как подтверждался тариф, да, какие вот элементарные таблички, там какие-то цифры нарисованы. Давайте, надо поднимать, там проголосует, там на 2 цента, может ниже сделать, там евро 16, евро 15, да, контроля нет. Если монополия создается, это значит, должно быть очень эффективный контроль, потому что все теоретические учебники по конкуренции экономики говорят, монополия, почему плохо, это очень неэффективный административный разный измакс, если никто не контролирует, мы будем за это все платить. А тем более такой бизнес, где нет конкуренции, да, они не должны конкурировать, нам надо лучше цены, нам надо лучше быть, потому что кто-то там смотрит, да, или хочет войти в этот рынок. Рынок заключен, все, 20 лет, и вы делаете, что вы хотите. Эффективность контроля, это очень невероятно, что будет, да. А есть ли какие-то аргументы, наверняка вы спрашивали, может вам уже ответили, почему был избран такой срок 20 лет, почему не 30, почему не 10, почему не 5? Это связано с инвестициями большими? В принципе, очень большие инвестиции, да, есть, да, это, ну, это, есть возможность, да, это нормально, если вы строите там какие-то дороги, мосты и так далее, вы делаете эти PPP-проекты, надо длительные сроки 20 лет, но даже ОСД-организация, которая очень много об этой теме говорит, PPP-проекты, и где вы можете такие длинные сроки, это услуга, да. Здесь смешана вся инфраструктура модернизации и услуга, которая на этом дается. Даже ОСД предупреждает, 20 лет – это очень длительный срок, 5-7 лет – это вы можете видеть, что произошло, что будет дальше. Посмотрим, как развивается вообще сейчас жизнь наша, да, с того времени, как велась дигитализация. Если где-то там 90-е годы, и там очень медленно мобильный телефон появился, одна оператор, мобильные связи, а сейчас все буквально стало в таком космическом темпе, кто-то может предвидеть, что будет через 5 лет вот этой отрасли хозяйствования мусором, да. Сейчас уже люди говорят, что идет мир к совсем другим технологиям, способам, очень, чтобы было бы удобно жителям, а не то, что там ездили 80 машин и где-то там собирали по контейнерам. 20 лет нашей жизни – это очень длительный срок, где пройдут очень много разных изменений, да. Но мы все равно будем жить вот в этом проекте, это инфраструктурные, большие, огромные вложения, и мы будем за это платить так же, как мы платим сейчас за эти полигоны, которые делались где-то, ну, 2000 года. Да, в Латвии надо очень там сделать 10 полигонов, огромные средства от Европы, местные вложили, а сейчас оказывается неэффективно, да, это было. Наверное, Латвии не надо было столько полигонов делать, потому что все за это надо платить, и все, цены растут и растут, да, потому что, ну, развивается все, иначе делается в жизни. Такой вопрос, может, хотел задать, но вот, допустим, да, вот не вдаваясь, вот есть какой-то предприниматель, да, и он оценил вот тот масштаб работы, который он уже сделает, модернизацию, вложения и так далее, и чисто вот, я так понимаю, исходя вот из математических законов, он понимает, что, ну, это же частный предприниматель, да, что для частного предпринимателя важна прибыль, и он видит, что за 5-7 лет он эти средства, говоря простым языком, просто не отобьет, да, и что теперь делать? Или самоправление должно говорить, что мы сейчас будем использовать деньги налогоплательщиков и заниматься сами вот этим бизнесом отходов и сами вкладывать деньги, да, и предприниматели будут, не знаю, только машинами развозить, да, или он вынужден согласиться и говорить, что да, вот у нас конкурс, кто готов вот такие инвестиции вложить, рисковать, да, потому что, видимо, если послушать этих предпринимателей, они будут говорить о том, вы что, вы что, мы миллионы вкладываем, кредиты берем, но мы никак за 5-7 лет не отобьем это, все равно, что человек покупает дом и берет кредит на 20 лет, ему говорят, берите на 5, он говорит, да вы что, я же банком в этом буду, да, вот как здесь вот, как соблюсти баланс между инвестициями частными и вот этим сроком вообще отбития средств? Ну, конечно, надо инвестиции все-таки планировать какое-то время, где вы можете понять, да, мы уже все время говорили, Европейская дума, сделать постепенно, не надо сейчас вот там 10 лет спали все, да, и вдруг проснулись, революция, да, мы не исполнили эти все требования среды, нам надо будет платить штрафы, постепенно, вы посмотрите 5 лет, что произойдет, первая, как сказать, шаг, следующий шаг, увидеть, что произойдет вообще, как будет развиваться через 5 лет, какая тенденция вообще будет в Риге, сколько будет жителей, сколько предприятий, нужны ли будут вот все эти контейнеры, все эти машины, не можно на 20 лет предвидеть все это, но что делать, да, конечно, если эти инвестиции не получаются и так далее, конечно, Рижская дума там тоже партнер с Гэтлени, да, я думаю, что они как-то будут, ну, в принципе, нет, неизбежимо, что это цены будут расти, и даже если это будут дотации, да, скажем, от Рижской думы дотации или государства, это же наши деньги, да, мы же эти дотации делаем из наших налогов, да, это деньги нам никто не присылает в чемоданчики, да, так что за это все надо где-то будет платить, но здесь ситуация такая, что Рижская дума, Гэтлени за это, как сказать, гарантирует, они делегируют и так далее, они будут как будто следить, как это все внедряется, и оплатить будем мы, да, как это не будет. У нас звонки аж по двум линиям, давайте будем принимать звонки, доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро, не очень, конечно, доброе, я плачу за мусор в месяц, 20 евро нас РНП обслуживает, когда же они нажрутся-то, ну, только что был скандал коррупционный, Рига-Сатекс, им мало, еще раз, кто выгодополучатель, я хочу знать, что это такое вообще, вообще, Латвию можно сравнить с Украиной по уровню, сколько можно грабить-то население, 20 евро за вылаз мусора. Спасибо, да, ну, я так понимаю, это не единственный такой сигнал, и вы получаете, да? Мы получаем очень много сейчас, да, поэтому я еще тоже хочу использовать здесь, сказать, спасибо, у нас информация есть, мы видим, что происходит, да, но посылайте вот эту всю информацию Рижской думе, тоже сам варам, да, пусть они смотрят, что там происходит, да, потому что мы смотрим вот это, стороны конкуренции, уничтожается конкуренция, делается монополия, рижане, в принципе, будут лишены возможности выбора, и после 20 лет тут не будет фирм, которые смогут сделать такую же услугу, так что информируйте Рижская дума и варам, пусть они следят, что сейчас происходит. И по поводу информации, информация к вам приходит чаще всего от компаний, которые, например, не согласны с чем-то, или от жителей, кто больше. И так, и так, да, и от жителей, да, в принципе, ну, можно сказать, половина-половина нас информирует. Да, вот что касается все-таки вот этой ситуации, которая сложилась, что дальше вообще, какие есть рычаги, потому что договор заключен, он в соответствии с законом, есть ли какой-то, не знаю, у вас опыт, что происходит в других странах, потому что я слышал, что это не единственная монополия, которая сейчас в Риге создается, есть и в других европейских странах, где похожая ситуация, не знаю, так ли там долго, 20 лет, но, по-моему, есть, где на 10 лет заключает, тоже такая монопольная ситуация создается. Надо сказать, когда вот мы стали сейчас, в июне мы возбудили рыночное исследование, чтобы понять, что сейчас там будет и так далее, и мы как раз подняли этот вопрос, у нас была встреча и в июне при Европейской комиссии, все представители из всех 28 стран, директоры советов конкуренции, и как раз я подняла вопрос, есть ли в ваших странах вот такая ситуация, что на 20 лет создается монополия в рынке, где была конкуренция, в принципе, никто такой ситуации не знал, что в их странах было бы, да, и все сказали, да, это 20 лет, это очень длительно, так что если кто-то говорит, что в других странах есть 20 лет вывоз мусора, да, такой огромный рынок, у меня такой информации нет, я была бы очень заинтересована увидеть, где эти аргументы, да. Так что, да, всех удивляет, что такое может делаться, что абсолютно не рассматриваем ситуацию постепенно внедрять инвестиции и все-таки оставлять с конкуренцией, да, чтобы было место конкуренции, и сейчас была конкуренция, и после вот этого срока, инвестиционный период, чтобы конкуренты могли бы, да, произошла закупка, победили тот и тот, но они знают, что через какие-то 5-7 лет будет опять новый конкурс, закупка, и тогда ты можешь уже с каким-то, ну, становиться сильнее и опять свое предложение делать. Здесь это все, рынок заключается. То есть, в принципе, можно было даже предусмотреть, что есть определенное преимущество у кого-то, если он сделал инвестиции, да, но пока не менее на 20 лет, да, по-разному можно поступить. По-разному можно посмотреть, да, потому что, да, выбор был, конкурс был, но вот это содержание конкурса, это цель, это, конечно, совет по конкуренции, это видишь, что это очень большие проблемы будут на все оставшиеся жизни тут. Сейчас до 15 сентября надо заключить договор, перезаключить. Уже меньше месяца остается, и если этот договор не будет, не перезаключить его, то будет штраф. Что делать жителям? С одной стороны, они как бы слышат, что все в порядке, перезаключайте, выбора у вас в любом случае нет, ну, мусор вывозить надо, а то 16 сентября останетесь с полными контейнерами, еще и штраф сверху. Ну, у меня, конечно, нету такого права, да, сказать, не заключайте или заключайте, да, потому мы делаем свое дело, и сейчас очень, ну, стараемся проанализировать все эти факты, что мы получили от той стороны, и понять, будет здесь место для временного регулирования или нет. Но я могу только посоветовать, учитывая то, что мы получаем информацию, и тоже таких, которые уже с юристами смотрят эти условия договора, очень так читайте, да, бдительно. Нужно ли такой объем вам вывоза мусора, да, потому что люди пишут, скажем, мы живем два в одном доме, мне так часто, вот сейчас говорят, каждую там неделю надо вывозить мусор, да, и в год это получается, там, 5-500 евро. Почему такая интенсивность, почему нам двум человекам это, у нас будут пустые эти контейнеры, да, нечего. Так что очень читайте, и, в принципе, я хочу призывать наших вот жителей, да, потребителей быть более требовательны к той стороне, с кем вы заключаете, не доверяйте, вот всем вам дали договор, подписали, все-таки надо потребителям за свои права заступаться самим, да, потому что иначе вы можете, и не только в эту отрасль, но в любой ситуации попасть, да. Так что читайте очень, стоите на своих требованиях, что надо изменить, требуется объяснение, почему такие там интенсивности, то и то, да, но мы делаем свое дело, да, так что я надеюсь, что в ближайшие недели уже будет наше, ну, решение да или нет, да. Давайте прием еще звонки, одевать, пожалуйста, наушники. Доброе утро, слушаю вас, пожалуйста. Доброе утро. Если вы мне позволите два примера привести, значит, по... Коротко, пожалуйста, да, времени мало? Я стараюсь как можно короче. Значит, первый пример – это Никита Сергеевич Хрущев за 20 лет обещал про страну, построить коммунизм, а второй пример – Хаджан Асредин за 20 лет хотел выучить осла читать, и когда его сказали, что ты, это же не очень умно, он сказал за 20 лет, либо по дешах умрет, либо осел сдохнет, а если этого ничего не случится, и шаг точно научится читать. Да, ну, вот такое философское замечание, в принципе, подтверждение того, что 20 лет – ну, очень большой срок. Да, мы не можем предвидеть, что произойдет, а сейчас такое бурное развитие происходит, да? Если после, вот, там, в 19 веке железная дорога, там, 100 лет это шло, а сейчас уже буквально 5 лет, это уже мы видим, что, вот, скажем, телекоммуникации, каждый год уже что-то меняется, да? Мы смотрим опять в рынке что-то новое, что год тому назад не предозревали, что так может развиться, да? Кто может это предусмотреть сейчас? Да. Если, в общем, о конкуренции говорить, какое-то время назад вы говорили, что политическая среда в Латвии не готова к более жестким поправкам, к закону о конкуренции, сейчас это было при то еще политически, при 12-м с вами, да, сейчас новое правительство. Что вы сейчас думаете, насколько политическая среда стала более готовой, менее готовой, или в какой-то момент, несмотря на то, будет она готова или нет, решение надо будет принимать? Ну, надо сказать, что действительно это все произошло, потому что зимой были приняты, наконец, те поправки, которые, за которые мы, как сказать, боролись более 4-х лет, потому что тогда было очень сильное лобби самоуправления, они сказали, нет, самоуправление имеет право делать все, что она хочет, потому что у нее все эти автономные функции. Но, надо сказать, пришли молодые люди в политику из предпринимательства, и они видят, что действительно очень многие самоуправления делают проблемы предпринимателям или своими какими-то требованиями, да, давая предпочтение своим вот этим фирмам, которые капитал, собирались, пошел дым. Так что поправки приняты, они вступят в силу с Нового года, с 1 января, и это значит, что и государство, и министерство, и самоуправление, вот все публичные лица должны будут соблюдать вот этот принцип «concurrence natural» – нейтрально ко всем. Не так, что я для своих делаю лучше ситуации, а те остальные уже как хотят, так живут, да. Это у нас в Латвии очень большая проблема, потому что настолько сделано было вот уже где-то мы в 12-м году сделали рыночное исследование, смотрим, сколько самоуправленческих фирм создано, и очень часто они получают выгодные, привилегированные положения, им даются на многом-намного лучше условия, и так что частные вообще должны покинуть рынок, им нечего там делать, да. Так что это сейчас, да, поправка есть, в следующем году мы уже сможем более строго следить за тем, что есть, мы не только будем так, как до этого было у нас право и рекомендировать, говорить «не делайте так, да, давайте там, будьте честны ко всем игрокам рынка». Нет, мы сейчас, у нас будет больше права, конечно, мы не сможем отменить вот эти регуляции, которые издают самоуправление министерства, да. Ну, это наш статус, потому что мы сами как будто, ну, под министерством экономики, несмотря на то, что Совет, который принимает решения, абсолютно невзависим, потому что Совет делает функции суда, да, первой инстанции. Но поправки есть, так что в следующий год мы как раз сейчас издали, проинформировали, на что мы будем обращать внимание, какие ситуации, это вот такие риски, ситуации, когда мы можем тоже очень строго обратиться, возбуждать дело против даже, ну, этих капитал-сабир-рибс, которые нарушают принцип нейтралитета. Со следующего года активнее будет. Да, активнее. Больше права, да, будет больше права, да. Мы говорили в первой части, может быть, в самом начале по поводу вот этой вот монополии, которая может создаться вот на рынке вот отходов в Риге, да, вот сбора мусора. Вот есть ли какие-то другие монополии или есть опасность создания монополии в других сферах, не знаю, где-то еще, что вас очень тревожит, например? Ну, надо сказать, что мы как в рыночной экономике довольно молодая страна, у нас все-таки много монополий, да, и самое плохое от того, что монополии вот как раз сейчас была оценка Латвии ОСИДИ за как раз новая оценка 2019 год, и что это значит, что там, где у нас монополии, у нас все-таки цены выше в среднем, чем в других странах ОСИДИ, да, это энергетика, да, это тоже сбор мусора, это вода. Да, говорят, что маленькие там страны, это нету такого широкого масштаба, но, как сказать, интересно то, что даже вот ОСИДИ оценила, сказала, если цена состоит из многих частей, как раз у нас надбавка к цене сам очень высокая по сравнению с другим. Это я хочу сказать, что монополия, конечно, приводит за то, что приводит к тому, что мы платим больше и в регулированных секторах, да. Много у нас монополий, и надо сказать, что у нас любят монополии, вот особенно публичные лица, да, и некоторые министерства очень любят монополии, вот этот ЦСДД вопрос, который все время мы еще решаем, надо либерализировать рынок, делать более доступные услуги ЦСДД, техническая контроль, очень сложно идут вопросы, чтобы вот такой рынок сделать конкурентным, много монополий, да. А как вы думаете, почему вот это вот влияние, ну вот кто-то сравнивает с Украиной, кто-то сравнивает с Россией, что такое вот ведение бизнеса, у нас еще какая-то вот эта, ну, модель из 90-х. Да, с прошлой информации, да, потому что это была такая ситуация, очень многие считают. Ну, как сказать, публичным лицам, ну, публичные называют или министерства, государственные учреждения или муниципалитеты, не все понимают, что им тоже надо думать вот такой сферы конкуренции, почему конкуренция хорошая. Им лучше сказать, да, у нас есть большое предприятие, и он там будет заниматься, он будет платить налоги, он будет делать прибыль и так далее, и будут государства от этого и так далее. Но мало вот такого не размышляют на вот этом политическом, отраслево-политическом уровне, что нам надо стремиться, чтобы людям была мотивация и развивать свой частный бизнес, да. Если не будет частного бизнеса, будут эти государственные самоуправленческие монополии, ну, тогда все это, да, в принципе, это будет опять какая-то другая формация, а не частный рынок. А почему частный рынок лучше? Это все фирмы, и большие фирмы, или телекоммуникационные, которые работают, действительно такая строгая конкуренция, они все говорят, что только конкуренция то, что заставляет им развиваться, быть эффективнее. Вот почитайте все, что телекоммуникационное, какие развития произошли. Был один, 10 лет, мы все платили дорогие цены за разговор, и как вошел второй, третий, такие новые услуги стали развиваться, цены упали, да. Так что у нас очень много монополий, которые так выглядят красиво, как вот, скажем, ЦСДД. Все говорят, почему совет по конкуренции, что вам не нравится? Это такое красивое предприятие, да. Они так хорошо там работают, как банки дают номера. Но посмотрите, как вырос их вот этот административный став, да, команда. Какие цены по сравнению, как часто мы должны с нашими новыми машинами ходить вот эту техническую контроль. Это даже смешно, если вы купили новую машину, два года первый контроль, потом до этого года был. Каждый год вы должны были ходить с технической контролем. И, несмотря на то, что вы и так, если у вас новая машина, это все делается. Но это все приносило деньги, да, это приносит деньги монополии. И самое интересное, вот эти ЦСДД фирмы, которые, ЦСДД, там четыре связанные с ними, да, они работают с такой рентабельностью 25 процентов. Где в их частном бизнесе будет жить в виде 25 рентабельность, да, при профит, где конкуренции, да, там, скажем, 5, 6, 7 процентов. А за это мы все плотим, потому что это регуляция министерства, Сатекс-министры, все подтвердило, да, что надо ходить очень часто вот эти технические контроли, что в Латвии только четыре фирмы имеют право вот это делать, что там расстояние только 30 мест, несмотря как в Эстонии там 100 мест, где вы можете обойти технический контроль сделать. У нас регуляция и так это закрепила, эти монополии, все отрегулировано и так далее. И потом мы удивляемся, почему люди не развивают предпринимательство, да, почему люди не ищут сами себе работу как-то, что-то хоть малый бизнес, но уезжают где-то за границей работать, да. Стимулы просто вот тем теряются. Есть ли такая вот ситуация, когда, ну, как бы вроде бы внешне кажется, что нет никакой монополии, даже есть конкуренция, но мы понимаем, что это в основном, не знаю, две-три сети, вот в частности очень многие спрашивают по поводу вот аптек, да. С одной стороны удобно в супермаркетах, да, рядом, да. Но в принципе мы понимаем, что есть три сети, которые по существу покрывают, ну, львиную долю рынка. Или я не прав? Ну, в принципе, там, да, одна очень большая сеть, но в принципе четыре-пять сетей, да, и 20% этих маленьких независимых, да. Да, это тоже рынок, который мы очень-то глубоко рассматриваем. Он очень зарегулирован, по-моему, да. Он очень зарегулирован, как раз сейчас мы заканчиваем рыночное такое исследование насчет формации цены лекарства, да. Мы видим, что уже где-то очень длительный срок, вот, абсолютно все отрегулировано. Сколько аптек, где они находятся, как делается цена в розничной, в аэромтержной цепи, а как в мазомтержной цепи, да. Это вся регуляция вот привела к тому, что тоже цены у нас высокие, потому что мы видим много факторов, которые не учитываются. Большие сети, розничные сети, они получают скидки большие от лекарств, которые государство договорило, что они должны быть по низким ценам, да. Регуляция, регуляция, в конце концов мы переплачиваем за много что, и, в принципе, регуляция не работает, как следует, да. Это самая проблема, по-моему, в том, что мы где-то вот так эту свою рыночную экономику назначили с тобой отрегулировать, отрегулировать, а потом нет эффективного контроля, пересмотреть, да. Люди или нет профессиональности, или они вот те, которые отраслевых политик занимаются, они загружены, не смотрят, что надо посмотреть, что там происходит, да. Почему такие цены, вот производятся цены, ведь регулируются надбавки, да, но не функционируют, да. Так что очень много-много проблем, но я хочу сказать, да, это одно монополие, а второе – неэффективная регуляция. Если это все вместе, тогда, конечно, вот или это монополие, или олигополие, то, что в этой фармацевтической индустрии, да, она тогда не работает, в принципе, полностью в интересах жителей, она работает, интересы только для себя, да, вот это монополисты или олигополисты. У нас буквально пару минут уже остается до конца эфира, к сожалению, а вот хотелось еще спросить по поводу госконтроля. У вас, в общем-то, наверное, вот такие не самые любимые учреждения, потому что это контроль, это что-то вроде как налаженная система, вы приходите, разворошили все, и как бы, ну, все время движения какое-то призываете к какому-то движению активному. И вот, например, благодаря госконтролю их указаниям, да, сейчас у них тоже больше будет полномочий, у них министерства каким-то образом начали находить деньги среди вот своих ресурсов, то есть им говорят, поищите у себя, может быть, у вас все-таки есть, и они каким-то чудесным способом находят 10 миллионов и какие-то достаточно большие суммы в своих закромах. Как вы считаете, вот эта ситуация, когда говорят, что вот у нас там есть бюджет, все, мы его весь потратим, потом говорят, ну, может быть, все-таки поищите, кто-то приходит, вот учреждение или Совет по конкуренции, или госконтролю, говорит, а посмотрите, указывает им, и тогда они что-то все-таки находят и как-то могут выйти из этой ситуации. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я очень рада, что госконтроли, вот как сейчас работает, да, Элита Крумин, что они смотрят действительно, вот, практически, что надо изменить, и они получили тоже право, чтобы достигнуть перемен, да, это очень важно. Да, сейчас их полномочия расширены. Да, это очень, да, действительно, я думаю, это будут хорошие результаты. Я думаю, всегда есть возможность смотреть на более эффективную работу. Очень часто, когда мы, ну, рассматриваем тоже дела, нарушение, скажем, закона конкуренции, лекарты, и так далее, что мы видим? Мы видим, что публичные лица, да, они, которые работают деньгами налогоплательщиков, не все, но очень многие, да, многие, где, в принципе, закупки и так далее, им такое холодное отношение, да, это же не мои деньги, я могу истратить столько. А есть, конечно, которые смотрят, нужно это более дешево купить, да, более эффективно посмотреть и поконтролировать. Так что я думаю, что, да, есть, конечно, сложности в публичных институциях, там люди очень меняются, да, или там из-за зарплаты, или от того, что нету такой мотивации действительно быть патриотами и смотреть, как развиваться, и не только функционировать, да. Но, конечно, всюду можно найти резервы какие-то скрытые, если мы думаем об эффективности. И, как ни странно, вот, скажем, наше последнее рыночное исследование, которое тоже такое широкое, как сказать, внимание получили, октас, да, как мы платим за октас, да, выросли цены. И мы стали смотреть, вот, наверное, первый случай, когда совет по конкуренции, как посмотрел вот так, кто там участвует, там очень много, да, там финансий капитал, ты русский комиссий, финансий министр, да, там одна ассоциация, другая ассоциация, там очень много игроков, но, в принципе, каждый делает какое-то свое дело, и нет такой, вместе посмотреть, а что происходит нашими этим октам, почему цены так разрушили. Один публикует какие-то данные непонятные, другой публикует данные, все видно, там не надо создавать картель, но столько вот этих регуляторов, которые смотрят на это, что, в принципе, картель уже получился от того, что нету такой эффективного контроля, да, что можно делать, а что нельзя делать. Это тоже мы сейчас ждем до конца августа. Мы, если закончили исследование, мы пишем рекомендации и требования делать и то, и то, и то, информируйте нас, что произошло, что вы сделали, иначе перемен не достичь. Отчет какой-то. Отчет как был. Так что я думаю, что надо, конечно, в государственных и самоуправленческих учреждениях работать с людям с большой ответственностью, что это ресурсы, это не мои частные, но все равно мне надо с ними обращаться, как с своими частными, и тогда будет эффективность. Спасибо. Председатель Совета по конкуренции Скайдрита Абрама была на студии.